Всем привет! В этом видео хочу показать вам свои покупки за апрель. Покупок у меня достаточно много. Давайте приступим. Начнем, как обычно, с ухода за волосами. В апреле я решила пополнить запасы скрабов для кожи головы. И на сайте Wildberries заказала сразу три упаковки своего любимого скраба от марки Natura Siberica, облепихового. Объем каждой упаковки 200 мл. Вот этот набор из трех штук мне на момент покупки обошелся в 605 рублей. То есть, грубо говоря, 202 рубля за упаковочку. Это довольно-таки дешево. Например, в подружке один такой скраб стоит рублей 360, кажется, без скидки. Полгода назад на Wildberries я, опять же, один такой приобретала за 300. Здесь, смотрите, какая выгода. Причем у этого продавца можно купить как один скраб, так и два, и три, и четыре, и даже восемь, кажется. Ну и, соответственно, чем больше скрабов единовременно вы приобретаете, тем меньше стоимость одной единицы товара. Я думала, сколько скрабов взять. Два, три, четыре, может быть, пять. В итоге остановилась на трех, посчитав, что где-то месяцев на семь-восемь мне этих скрабов должно хватить. Я на регулярной основе подобными скрабами пользуюсь один раз в неделю. Для меня это must-have. Для меня это очень важный и нужный продукт, о чем я вам уже не знаю, сколько лет рассказываю, потому что сама я с этим скрабом знакома больше десяти лет. Это был самый первый скраб для кожи головы, который я попробовала, и он меня очень сильно впечатлил. Мне нравится его аромат. Он пахнет облепихой, очень ярко, позитивно. Мне нравятся частички. Их достаточно для того, чтобы проскрабировать кожу головы, сделать небольшой массаж. Мне нравится база, такая гелеобразная. Мне все нравится, одним словом, в этом средстве. Да, кстати, частички здесь какие скрабирующие? Косточки арктической малины и перемолотая скорлупа кедрового ореха. Также еще есть гликолевая кислота, аргинин, хороший натуральный состав, хороший скраб. Не все любят подобное средство, но я считаю, что раз уж мы пользуемся скрабами для лица, для тела, для рук, для ног, почему бы и для кожи головы тоже подобный продукт не использовать. Также я пополнила свой запас масел для волос от марки L'Oreal L'CF. Вот, три упаковочки взяла. Это масло экстраординарное. Одно у меня восстанавливающее для сухих и тонких волос и два совершенствующих масла для сухих волос. Состав у них чем-то, конечно, отличается, но воздействие на мои волосы абсолютно одинаковое за счет силиконов. Это масло обволакивает волосы, защищает их от агрессивного воздействия окружающей среды, от трения, об одежду, о постельное белье, а также запечатывает влагу в кутикуле волоса. Мои волосы уже очень давно не секутся, именно благодаря тому, что я регулярно, чуть ли не ежедневно, использую подобные силиконовые масла. Они бывают разные. Я пробовала много вариантов, но в конечном итоге остановилась именно на этом масле. Когда-то оно мне понравилось больше всех по соотношению цена-объем-качество, состав. Сейчас, конечно, цена уже далеко не маленькая в подружке, 629 рублей за упаковку. Но была акция как раз-таки в подружке, 3 по цене 2, и каждая упаковка вышла мне, грубо говоря, в 420 рублей. Это хорошая цена для подобных масел. Мне хватает надолго, мне нравится аромат, мне нравятся текстуры этого масла. Да, можно купить масло в большем объеме, например, от Гарнье, эликсир преображения, там, 150 мл, цена такая же. Но то масло чуть более силиконистое и менее для меня приятное по ощущениям. А к этому маслу у меня ровным счетом никаких вопросов. Расход у этого масла в моем случае разный. Зависит от того, использую ли я что-то еще в паре с этим маслом. На данный момент у меня пары нету, и расход будет, я так полагаю, немаленький. Одна баночка за месяца 4 у меня улетит, если не за 3. Ну, я попытаюсь как-то немножечко растянуть удовольствие, но все-таки дороговато. Но буду продолжу, точнее, пользоваться, как обычно, практически ежедневно. Я люблю масла, о чем вам не один год рассказываю. Ну, и считаю, что масла, как и скрабы для кожи головы, очень для нас с вами полезны. Также для волос я купила два средства с кератином. В прошлый раз, в прошлом ролике о покупках, я рассказывала о том, что кератин полезен для наших волос. А у меня не так много средств с этим компонентом. В общем, я решила, что нужно дополнить свой уход средствами с кератином. На сайте аптека.ру я приобрела вот такую огромную упаковку маски от марки Комплимент. Маска с кератином, с гиалуроновой кислотой и с керамидами. Полное восстановление. Посмотрите, да, что нам обещают. Защита от ломкости и сечения. Ощутимый эффект восстановления гладкости. Волосы объемные, мягкие, блестящие. Да, эта маска для каких волос подходит? Для поврежденных, ломких и сухих. Мои волосы не такие. Но я подумала, что мне эта маска не помешает. Если она будет утяжелять волосы, значит я буду пользоваться ею не каждый раз. После мытья волос тем шампунем, который я в пару подберу. А 2-3 раза, например, в месяц. Для того, чтобы кутикулу волоса заполнить кератином. Поврежденные какие-то участки. Так, давайте посмотрим, какой здесь объем. Поллитра. И цена на момент покупки 353 рубля. Я скептично отношусь к марке Комплимента. Но у меня была, например, их маска для волос с перцем. Она меня порадовала. Я думаю, что эта маска меня тоже особо, скорее всего, не разочарует. На этом средстве с кератином я не остановилась. И купила еще и спрей. Тоже с кератином, с органовым маслом и с гиалуроновой кислотой. Все та же самая марка Комплимент. Тот же самый сайт Аптека.ру. Так, здесь у нас 200 миллилитров. И цена на момент покупки 184 рубля. Это средство я приобретала для того, чтобы оно облегчило мне расчесывание волос. Но, видимо, я была невнимательной, когда получила эту упаковку. Начала читать, что нам пишет производитель. Я не нашла там обещаний, что мои волосы будут легче расчесываться. Нет, здесь написано, что спрей будет питать и восстанавливать волосы. Защищать их от воздействия термоприборов. А также он обладает эффектом антистатика. Куда смотрели мои глаза, я не знаю. Но очень надеюсь, что, несмотря на то, что производитель не обещает нам ничего в плане расчесывания волос, все-таки этот спрей с этим будет справляться. Мне хотелось бы в это верить. Я сейчас нахожусь в поиске жидкого, не кремообразного спрея для расчесывания волос. С кератином на замену моим любимым глискурам, которые на данный момент довольно-таки небюджетными стали. По чуть-чуть буду приобретать, пробовать. Если понравится, повторять покупку. Если не понравится, не повторять. Что собой это средство представляет, я узнаю через несколько месяцев, когда буду брать его в уход. Для волос я больше ничего не приобретала. Давайте перейдем к уходу за телом. В магазине «Подружка» появился новый гель для душа от марки «Фитокосметик» под брендом «ЛПК». Они выпустили гель с одушкой «Груша». В «Подружке» уже продаются такие гели с одушкой «Баблгам», «Манго» и, кажется, «Шоколад». Два из трех я пробовала, и качество гелей меня порадовало. Они прекрасно пенятся, не сушат кожу. Из упаковок ароматы довольно-таки своеобразные, но при контакте с водой аромат меняется, становится интереснее. Я этот гель уже протестировала на одушку, она тоже довольно своеобразная. Тут и груша, и что-то типа стирального порошка неинтересно. Но я полагаю, что во время использования все-таки этот аромат поменяется и станет более интересным. Объем упаковки 100 мл, цена без скидки 119 рублей, хорошая дорожная версия или так, ради интереса, дома можно пользоваться. Я довольна теми гелями, которыми я пользовалась от «ЛПК». Надеюсь, эта груша меня тоже не подведет. Следующий гель для душа я приобрела в бутике и в «Фраше». У них появились вот такие сменные рефилы разных гелей. Семь вариантов от душки. Я выбрала овес и горячиха. Я тестировала этот аромат в бутике из маленьких таких колбочек. У меня аромат показался довольно интересным. Он такой природный, сладковато-молочный, действительно, овес. Ну, интересный, да. Эта одушка у них не новинка, а вот рефилы – это новинка. Объем такой упаковки огромный. Здесь 600 мл. Цена тоже не маленькая, конечно, 499 рублей. Но это дешевле, чем покупать три маленькие упаковки геля для душа с такой же одушкой. Сейчас гели маленькие у «Фраше» по 279 рублей, что ли, как-то так. А здесь 500 рублей за 600 мл. Очень даже выгодно на всю семью купил и пользуюсь. «Фраше» отдельно выпустили флаконы, перезаполняемые на объем 600 мл. Я такой флакон не приобретала. Сколько он стоит, я не знаю, но там есть помпа. Он многоразовый, это очень даже неплохое вложение денег. Но у меня дозаторы для жидкого мыла имеются. Я буду переливать в свои дозаторы. Часть этого геля уйдет на мытье рук, часть на мытье тела. Мужу предложу, думаю, ему эта одушка тоже понравится. Рано или поздно этот гель у меня закончится. Эта упаковка сделана из переработанного и перерабатываемого пластика. Его здесь в 4 раза меньше, чем в обычных упаковках. По крайней мере, так написано на этой вот этикетке. Посмотрите, какой мягкий этот пластик. Из этой бутылки пользоваться гелем будет, конечно, весьма проблематично. Поэтому, хочешь не хочешь, придется переливать. Там внутри есть инструкция, как это все дело перелить. Ну, я думаю, это и так, в общем-то, понятно. Порадовало то, что на самой упаковке нет никаких этикеток. Перед тем, как поместить пластиковую пустую упаковку в специальный контейнер во дворе, нужно баночку промыть, этикеточки поснимать, крышки открутить. В общем, как-то разобрать все это дело и смять еще желательно. Эта баночка очень легко сомнется, будет занимать мало места. Да, это довольно экологично. В общем, рано или поздно воспользуюсь и надеюсь, что при контакте с водой этот гель хорошо раскроется, как-то поинтереснее может быть даже, чем из упаковки. Надеюсь, что кожу сушить не будет. Гелевые гели от Ифраше мне кожу подсушивают. Этот кремовый, надеюсь, так себя вести не будет. Надеюсь, он простоит то количество времени, на которое я его поставлю в запас. Сейчас, если он помутнеет, я этого, скорее всего, не увижу, но если он станет жидким, это, конечно, будет заметно. Сейчас он довольно-таки густой. Да, вот такие новинки появились. Можно к ним вполне присмотреться. Я уже неоднократно говорила, что в бутике Ифраше просто так я не хожу. Я туда всегда прихожу с каким-то бланком, в котором есть интересующий меня подарок. Этот раз исключением тоже не стал. В подарок за покупку геля для душа в большом объеме, в большом рефиле я получила вот такое интересное средство. Это гель-гаммаж для тела, морские водоросли и морской фенхель. Так, гаммаж со свежей гелевой текстурой, содержит 98% ингредиентов натурального происхождения. Он без сульфатов, скрабирующие частички 100% растительного происхождения. Я посмотрела, что здесь в качестве скрабинок и выяснила, что это какая-то бамбуковая пудра. Надеюсь, я правильно перевела состав. А ранее с таким компонентом скрабирующим я не сталкивалась. Отдушка морские водоросли и морской фенхель мне знакома. Она свежая, такая морская, приятная. У меня гель для душа есть с такой отдушкой. В целом она интересная, поэтому я была рада, что мне подарили такой гель. Объем его 150 мл. Цена без каких-либо скидок бутики Ифраше 719 рублей. И за такие деньги я это средство не купила бы. А в подарок получить было очень-очень приятно. Полагаю, что средство довольно деликатное по скрабирующему эффекту. Ну и, наверное, следующим летом буду брать в уход. А пока пусть немножечко постоит и порадует меня в моих немаленьких запасах. Еще один скраб для тела я купила уже за свои деньги в магазине Галамарт. И это вот такой довольно интересный по оформлению скраб сахар и манго. Тут очень интересно написано. Скраб для тела сахарный манго. Следующая строчка. Скраб для тела все газин сахар и манго. Пластиковая банка 250 мл. В общем, все газин это, видимо, тот самый Галамарт. Ужасная, конечно, аббревиатура. Ну, что поделать. Ну, способ применения стандартный. Производитель. Кто у нас? Натур Косметик. Россия, город Санкт-Петербург. Цена этого скраба была 200 рублей. Ну, 199. И не очень хорошие здесь сроки годности. Меньше, чем до конца 2024 года. Так что в ближайшее время этот скраб у меня пойдет в уход. В ближайшее время это через пару-тройку месяцев. Как-то так. На данный момент просто у меня есть сахарный скраб в использовании. Я полагаю, что этот скраб достаточно жесткий. На лето одного жесткого скраба мне за глаза хватает. Но как только тот закончится, я возьму этот. И буду надеяться, что он будет такой же жесткий, такой же интересный. И рассчитываю на приятную отдушку. А вот на сайте Wildberries я с огромным удивлением недавно обнаружила вот такой скраб для тела. Это Avon, некая коллекция The Journey Collection, линейка Far Away. О существовании такого скраба я не имела ни малейшего представления. Я просто искала скраб для ног от Avon, о котором рассказывала вам в уходе на месяц. А вместо него нашла этот скраб. Долго не могла понять, что это за зверь такой, подделка, не подделка. В общем, покопалась я в интернете, погуглила и выяснила, что такой скраб действительно продавался у Avon в Великобритании. Да, увидела я это на сайте Avon UK. Может быть, он продавался в Казахстане в их каталогах, которые отличаются от наших российских каталогов по ассортименту. Но у нас в России такого средства точно не было. Ни у кого из девочек я его не видела. Кстати, это не новинка, судя по сроку изготовления, октябрь 2022 года. Этому скрабу уже полтора года, и где он все это время обретался, я без понятия. Но вот я его увидела. Стоил он на момент покупки у одного продавца 257 рублей. У двух других продавцов он стоил чуть больше трех сотен. Я выбрала самую низкую цену. На упаковке есть наклейка с русским переводом. Но что здесь написано, прочитать без увеличительного стекла просто невозможно. То, что все-таки можно здесь прочитать, это то, что данный скраб парфюмированный, и то, как его использовать. Два-три раза в неделю наносить на влажную кожу. Состав, к счастью, указан на самой упаковке. И в качестве скрабинок здесь пудра семян фителифаса. Да, вот это растение, оно в средствах Атеева мне попадалось на глаза именно в скрабах. Был у них очень интересный продукт. Гель для умывания со скрабинками в линейке Клерскин. Черный такой, тоже с этими семенами фителифаса. Я для мужа приобретала. Мужу очень то средство нравилось, потому что текстура была похожа на какой-то мелкий-мелкий песочек. Его это очень радовало. Да, так что я подозреваю, что здесь тоже такой же мелкий песочек. И, кстати, на сайте Wildberries очень мало информации на этот продукт, но было написано, что у этого скраба текстура кинетического песка. Ну, я очень слабо себе представляю, как выглядит кинетический песок. Я с ним дела никогда не имела. Но примерно можно предположить, что это что-то мелкозернистое с большим количеством скрабинок. То, что будет даже, наверное, скрабировать кожу, а не просто ее так слегка где-то как-то полировать. Да, на том же сайте Avon UK я благодаря переводчику Яндекс почитала отзывы. Их было немного, но все сходились на том, что у этого скраба приятный аромат и очень приятная текстура. Я взяла бы этот скраб в уход в ближайшее время, если бы не одно но. Этот скраб из линейки Far Away, а парфюм из этой линейки имеет довольно насыщенный, тяжелый, я бы сказала, такой зимний аромат. И в преддверии лета мне таким тяжелым ароматом пользоваться не хочется. Но как только придет осень, придет потребность достать новые скрабы из моих запасов для использования, я, конечно же, возьму эту симпатичную баночку. Следующее, что я вам покажу, это кремы для тела. В магазине Подружка я приобрела вот такую огромную упаковку бодибаттера от марки Sea of Spa, линейка BioSpa. Именно этот бодибаттер с садушкой личи и кокос шел по желтому ценнику и стоил, кажется, 540 что ли рублей. Да, ту цену я не записала, я записала полную стоимость этого бодибаттера. Он сам по себе стоит сейчас 829 рублей. Это дорого, но если этот бодибаттер такой же хороший по качеству, как тот, что у меня был зимой с садушкой жасмина зеленый чай, то это действительно очень хорошее и достойное вложение денег. Да, потому что бодибаттер жасмина зеленый чай мне не понравился садушкой, но я про это рассказывала. А вот качество было просто шикарное. Это не бодибаттер, это просто плотный крем, но он маслянистый, он хорошо распределяется, хорошо питает, увлажняет кожу. Для моей сухой кожи ног в холодное время года очень неплохой вариант. Кстати, срок годности порадовал в декабре 28-го. Представляете, я отродясь таких огромных сроков годности не видела. Я думаю, что я ничего не перепутала, и последняя цифра это восьмерка. Да, несмотря на то, что заказывала через интернет, средство пришло с хорошим сроком годности. Пока что поставлю в запасы. Этой зимой или следующей обязательно воспользуюсь. Интересно узнать, как израильская марка себе представляет сочетание личи и кокоса. Это будет очень сладко, это будет очень странно или это будет вполне терпимо. Об этом узнаем, когда я начну это средство использовать. Также в подружке я приобрела еще один крем для тела, для сухой чувствительной кожи от марки L-Cosmetics. Я не понимаю, как читается вот это вот сочетание букв, поэтому уж меня простите, вслух произносить не буду. Крем этот подходит для детей и взрослых, имеет объем 250 мл и стоил он, опять же, по желтому ценнику 265 рублей. Мне цена показалась вполне приемлемой. В отзывах я прочитала, что у этого крема очень приятная отдушка. Ну и взяла, куда буду его наносить, пока что неизвестно, на руки или на ноги. Но, конечно же, с удовольствием, рано или поздно я им воспользуюсь. Что у нас здесь в составе? Масло ши, масло сладкого миндаля, абрикосовые косточки, масло плодов, облепихий, экстракт цветков, календулы, а также депантенол и алантаин. Многофункциональное действие за счет тщательно подобранных компонентов. Увлажнение, питание, успокаивание кожи, видимо, да, здесь, да, вот. Противовоспалительное действие, нормализация защитных функций, устранение покраснений и чувства дискомфорта при раздраженной коже. Надеюсь, этот крем выполнит заявленные обещания, а не окажется просто какой-то мазюкалкой, от которой только хуже сухой, раздраженной, проблемной кожи. Ну, опять же, рано или поздно протестируем и отдушку, и текстуру, и все, все, все. В апреле меня каким-то ветром занесло в Литуаль. Я крайне редко захожу в этот магазин, но тут проходила мимо, и что-то меня дернуло. В общем, зашла, побродила между полочек, случайно наткнулась на стенд, где была представлена косметика от марки Лорен Косметик под брендом Меа, и ушла с двумя вот такими симпатичными бутылочками. Смотрите, как все это красиво, какие блесточки, как мило все это выглядит, ну, глаз не оторвать. Именно эти упаковочки шли со скидкой в 50%. Каждая стоила 215 рублей. Ну, как можно было не взять их домой. Я люблю блестеть летом. Я думаю, что эти средства мне в этом помогут. Красивые. Еще пара, кажется, вариантов существует, но на них скидки не было. Да, почему две? Потому что я одну выбрать не смогла, какую-то упаковочку. Ну, цена позволила взять две. Так что нам пишет производитель. Вот этот розовый продукт – это парфюмированный гель для тела капля росы в упаковке 100 мл утренних бликов. Сверкающий, словно капля росы в лучах утреннего солнца. Этот гель с шиммером содержит не только отражающий свет микрочастицы, но и ухаживающие компоненты, которые освежают, увлажняют и питают кожу. Ну, питают вряд ли, но увлажнение поверхностное для кожи, я думаю, будет. Главное – блесточки. Ради этого все, в общем-то, и затевалось. Второй гель с более крупными блестками, как вы можете видеть. Называется он «Брызги шампанского». И здесь 100 мл золотого блеска. Ну, и то же самое написано про вот эти светоотражалки, про питание и увлажнение. Какой-нибудь из этих гелей я, вероятнее всего, этим летом возьму в использование, чтобы поблестеть. А вообще срок годности у них довольно-таки неплохой до 26-го года. В 23-м году я от души запаслась женскими антиперспирантами. У меня их на самом деле довольно-таки много. И в 24-м году эти средства я приобретать вообще не планировала. Но то, как назло, Марка Рексона выпускает новинку. Я прошла бы мимо этой новинки, если бы в одушке одного из антиперспирантов не значился «Бабл Гав». Как можно было не купить? Как можно было пройти мимо? Я не смогла. Этот антиперспирант я, кстати, приобрела в подружке за 219 рублей. Это был желтый ценник, поторопилась, потому что потом в гипермаркете «Окей» этот же антиперспирант я увидела за 190 рублей. Ну, как обычно, поспешишь, людей насмешишь. Ну, ладно, где купила, там и купила. Одушку я протестировала, приятная, интересная, такая сладковатая. Парфюмированный «Бабл Гам». Очень даже миленько. Это антиперспирант, то есть он с солями алюминия, что для меня важно. Да, и вообще марка «Риксонов» в последнее время меня радует, так что с удовольствием, конечно же, буду пользоваться. И когда я заходила в гипермаркет «Окей», я решила, а, была не была, куплю еще один антиперспирант от этой марки, но с другой уже отдушкой. Выбрала цитрусовый фреш, всего три, кажется, отдушки вышло. Цитрусовый фреш тоже очень приятно, интересно пахнет. Такой сладковатый, какой-то как будто коктейль тропический с цитрусами. Интересно, да, тоже интересная отдушка. И вот цена 190 рублей. Пополнила огромные запасы еще двумя упаковочками, но ничего страшного. Теперь давайте перейдем к уходу за лицом. На сайте аптека.ру я приобрела новинку от марки «Пропеллер» – гель для умывания с цинком и гиалуроновой кислотой. Несколько новых средств появилось от этого производителя. Тоник, гель и что-то еще. Я почему-то выбрала гель. Объем его 200 мл. Цена на момент покупки была невысока – 161 рубль. Вообще, после использования дерматологической эмульсии от этой марки, мне бы этого производителя обходить стороной, но не смогла пройти мимо новиночки. Очень даже симпатичная упаковка. Хорошее обещание. Нам тут обещают бережно кожу очищать, устранять жирный блеск и сокращать высыпание. А в составе, помимо цинка и гиалуроновой кислоты, еще есть неоцинамид. Изначально я этот гель планирую отдать мужу. У него умывалок не очень много в запасе. Но, конечно, тоже попробую это средство. Если оно мне понравится, то заберу себе. Гель абсолютно прозрачный, достаточно густой. Надеюсь, не будет кожу пересушивать, обезвоживать и как-то нехорошо с ней поступать. В магазине Подружка за покупку средств от марки Черный Жемчуг на кассе мне презентовали пенку для умывания, опять же, от марки Черный Жемчуг. Это пенка с коллагеном и интенсивное питание. Была у меня в использовании такая пенка. Мне этого объема, здесь 150 мл, хватило, кажется, на 3,5 или на 4 месяца. Единственная претензия к этому продукту у меня была такая, что отдушка неинтересная. Да, все остальное более-менее приличное. Написано, что здесь воздушная текстура, так оно и было, не сушит кожу. Ну, стягивает, конечно, но не сушит и не пересушивает, это точно. Для очищения кожи после макияжа вполне она мне подошла. Сама бы я эту пенку приобретать не стала. Я, кстати, не знаю, сколько она сейчас стоит. Но раз подарили, рано или поздно воспользуюсь. Срок годности неплохой. До начала 27-го года. Пока что постоит в запасах немножечко. На сайте Wildberries я приобрела 2 гидролата от марки Batavicus. Решила, опять же, пополнить свои запасы. На Wildberries гидролатов много разных, но отсутствовал мой любимый гидролат розмарина от марки Душистый мир. Не хотелось мне покупать агрофирму Тургеневская, аромовятку. Все остальные меня как-то не привлекли. И тут я увидела гидролаты от марки Batavicus и вспомнила, что несколько месяцев назад я хотела их купить в золотом яблоке. Там они шли по акции, но их не было в наличии. А тут они были в наличии, правда, подороже, конечно, немножко. Ну, ладно. Я их купила за 433 рубля. Каждую упаковку. Точнее как, вот это на рубль дешевле. Но это не принципиально. У меня был гидролат Тимьян плюс салициловая кислота от этой марки. Он мне понравился. Сейчас у меня в запасах стоит гидролат Вербена плюс цинк. Я его на лето буду брать. Эти гидролаты я пока что не пробовала, но, надеюсь, они неплохие. Так, давайте вот на этот посмотрим поближе. Это гидролат Шалфей плюс гиалуроновая кислота. Он идет для повышения тонуса и упругости кожи. Что делает гидролат Шалфея? Повышает тонус, упругость, замедляет старение. Если наносить на волосы, то он усиливает рост волос и укрепляет корни. А гиалуроновая кислота способствует удержанию влаги. Мы помним о том, что одна маленькая молекула гиалуроновой кислоты притягивает к себе воды в разы больше, чем она сама весит. Так, что еще она делает? Восстанавливает кожу, разглаживает морщины. Кожа более ровная и упругая. Интересное сочетание. Я надеюсь, мне этот гидролат понравится. Так, в качестве консерванта здесь бензил, алкоголь, бензиловый спирт. Что касается второго гидролата, то это ромашка плюс инулин. И этот гидролат нужен для нормализации микробиома кожи. То есть он содержит, я так понимаю, пребиотик, инулин. Что должен делать этот гидролат? Вот про ромашку. Что нам пишут? Она нейтрализует PH, успокаивает, уменьшает раздражение, выравнивает тон кожи, помогает укрепить волосы, опять же, если на волосы наносить. А инулин нормализует естественный микробиом, тонизирует, способствует повышению функциональной структурной целостности кожи. Если наносить этот спрей на волосы, то инулин будет делать волосы шелковистыми и гладкими, облегчать расчесывание. Но я на лицо буду это наносить. На сайте было написано, что можно после загара использовать. В этом году уже не буду открывать третий гидролат на лето, но на следующий год, может быть, оставлю, если сроки годности позволят. Также в апреле я приобрела сыворотку для лица от марки Новосвицери с вератролом. Она стоила 202 рубля на сайте аптека.ру. Я там заказывала не то какие-то витаминки, не то какие-то лекарства, и мне как раз 200 рублей не хватало до минимальной стоимости. Я подумала, что давненько такой сыворотки у меня в уходе не было, нужно бы взять. Ну и взяла, собственно, 25 мл объем сыворотки. Она идет как 40+, но это, конечно, просто цифра на упаковке. Использовать ее нужно по вечерам, 7 дней в неделю. Она придает коже тонус и упругость, также четкость контуров. У меня уже была такая сыворотка два раза. Точно могу сказать, что четкость контуров я не увидела, а вот тонус и упругость утром во время умывания прекрасно ощущались. У меня кожа была гладкая, напитанная, такая наполненная, очень приятная на ощупь. Поэтому сыворотку я покупала два раза и купила в третий раз. Она с пипеткой, такая мутненькая, расход у нее небольшой. Не скажу, что эта сыворотка как-то особо хорошо увлажняет кожу, но я ее закрываю сверху кремом, и мне увлажнения достаточно. Главное, что эта сыворотка хорошо наполняет кожу, делая ее упругой и эластичной. Так, в составе ресвератрол, который является мощным антиоксидантом и ловушкой для свободных радикалов, усиливает барьерную функцию эпидермиса, стимулирует регенерацию, обеспечивает защиту кожи от преждевременного старения. Хорошая сыворотка, бюджетная, конечно, она не волшебная, накопительного эффекта она не имеет, но пользоваться ею приятно, пора она не забивает, и я рада, что она снова появилась у меня дома. В подружке появилась новинка от бренда «Чистая линия» – крем для лица и век, интенсивное омоложение, коллаген-активатор. Гиалурон-активатор у них уже был, теперь вот, пожалуйста, коллаген-активатор. 97% компонентов натурального происхождения, всё это одобрено какими-то непонятными дерматологами, цена невысока – 139 рублей за 40 мл. Мне нравятся простенькие кремы от «Чистой линии». На моём лице они максимум, что делают, это увлажняют кожу, но никогда не вызывают высыпаний, запитых пор. Они очень дружественны к моей коже. А также можно на шею наносить, стоит недорого, почему бы и нет. А это средство ещё и на веки можно наносить. Ну, собственно, это, знаете, такой крем для небольшой командировки, например, или для поездки к родителям, когда неохота 20 банок с собой тащить. Одну взял вот эту упаковочку, тубу, и намажался глаза, и лицо, и шея. Да, хватит, конечно, в этом случае ненадолго, но к родителям я не на полгода приезжаю, на несколько дней. Да, мне на полгода хватит этой упаковочки. Да, может, в отпуск возьму с собой, может, дома использую. Судьба этой упаковки, этого крема пока что неизвестна, но я не могла пройти мимо новинки. Вот такой я странный человек. Кстати, подобный крем появился и у марки «Чёрный жемчуг». Правда, стоит он немножечко подороже, и называется «Мультикрем для лица и для век». Увлажнение, защита, антивозрастной эффект. Здесь в составе гиалурон, креатин и цинтелла. Цена 295 рублей без скидки. У меня была скидка 20%. Да, объём такой же 40 мл, тоже туба. Довольно приятная, симпатичная. Я не смогла пройти мимо этой новинки в том числе. Опять же, крем, смотрите, с таким носиком узеньким. Интересненько. Зачитывать то, что нам пишет здесь производитель, я смысла не вижу. Крем за 300 рублей просто физически не может никакие доказанные эффекты на лице проявить. Ну, может быть, увлажнит. Вряд ли как-то особо интенсивно. Восстановить, успокоить, повысить упругость, улучшить внешний вид, разгладить морщины, выровнять тон, протонизировать. Ну, знаете, это просто слова на упаковке. Подходит для всех возрастов, но я очень сильно сомневаюсь. Скорее всего, он подойдёт просто как базовый увлажняющий крем для нетребовательной кожи молодых девочек. Я уже не молода, к сожалению, но купила. Почему бы и нет? Опять же, к родителям или в отпуск, или в небольшую поездку. Рано или поздно этот крем у меня пойдёт в использование. Я буду им пользоваться, надеюсь, без каких-либо последствий. Но марка «Чёрный жемчуг», как и марка «Чистая линия», их кремы довольно дружественны к моей коже. Так что я без опасений приобрела. Ну, а как этот крем себя по факту проявит, об этом я узнаю, когда начну им пользоваться. В гипермаркете «Оке» я приобрела свою любимую салициловую маску от прыщей от марки «Пропеллер». В этом магазине она стоила всего лишь 99 рублей. На сайте аптека.ру она стоит 150. Я купила там, где дешевле. Мне нравится эта маска. Она не схватывается на коже. Она при этом стягивает поры, осветляет тёмные точки. Кожу оздоравливает за счёт салициловой кислоты, по крайней мере, в моём случае. Она очень комфортная, очень приятная. Мне хватает такого объёма. Здесь 40 мл довольно-таки надолго, неплотным слоем наношу. Потом смываю. Она, кстати, хорошо смывается даже без какого-либо спонжика. И рада своему отражению в зеркале. Достойная маска и бюджетная. Куда бы её поставить? Уж места нету. В прошлом видео о покупках я показывала вам крем для глаз от марки 818 Beauty Formula. И говорила, что хочу купить сыворотку для области вокруг глаз от этого же производителя. Я её и купила. Вот, пожалуйста. Смотрите, какая она симпатичная. Точнее, какая симпатичная у неё коробочка. Заказывала в этот раз на Wildberries, потому что в аптеке, то есть поблизости, цена была рублей на 200 выше. Ну, коробочка пришла хорошо упакована, никто туда не залезал, никаких проблем. Вот, 511 рублей за 15 мл. Давайте посмотрим на флакончик. Лифтовая помпа. Всё так стандартно для этой марки, если я правильно понимаю. В составе, что у нас? Церамиды, коэнзим Q10, аминокислоты, также стресс-блок-комплекс, центеллоазиатская и термальная вода. Эта сыворотка оказывает мгновенное видимое омоложение кожи вокруг глаз. Наверное, за счёт светоотражалок. Я читала отзывы на это средство на сайте iRecommend. Там говорили, что блёсточки есть в составе. Но я, конечно, не верю, что мгновенное омоложение будет. Видимое, да, то есть визуально как-то, может быть, кожа будет более свежая. Но возраст назад эта сыворотка не отмотает. Что ещё? Ещё эффект лифтинга, сокращение морщин, восстановление и укрепление ресниц. Вот этот момент меня, кстати, интересует. Сыворотка защищает кожу от стресса. Мгновенное и пролонгированное омолаживающее действие за 500 рублей. Да, ну что ж. Протестируем, посмотрим. Кстати, я, когда эту сыворотку покупала, я думала, что её нужно использовать ежедневно. Но когда прочитала способ применения, выяснила, что наносить её нужно 1-2 раза в неделю. А срок её годности после открытия, кажется, 6 месяцев. Очень мелко. Нарисовано здесь есть такой значок на баночке. Да, 6 месяцев. За полгода 15 мл при таком небольшом расходе извести будет крайне затруднительно. Но я попробую. Надеюсь, у меня получится. Надеюсь, половину упаковки просто так пустую я не выброшу. Ну что ж. Интересная вещица. В ближайшее время, скорее всего, возьму в уход. Ну, что тянуть-то, собственно. Также я заходила недавно в магазин «Подружка» и по хорошей цене купила повторно крем для области вокруг глаз от марки «Тензеро». Крем укрепляющий. Были какие-то ещё, но сейчас на сайте только этот остался. 12 мл объём. Крем корейский. Этим кремом я сейчас пользуюсь по вечерам, о чём рассказывала вам в видео об уходе на месяц. Мне этот крем нравится. Он плотненький. Когда я его разношу, кажется, что он будет долго впитываться, долго усаживаться. Но нет, он впитывается довольно-таки быстро. Какой-то плотности, утяжеления не оставляет. Но есть ощущение кремовости в области под глазами. Он не впитывается насухо. Является хорошей базой под макияж. Но я его по вечерам использую. Он ничем не пахнет. Он мне понравился. Конечно, он меня не омолодил. Хотя здесь, видите, должен как-то морщины убирать, антиэйдж и всё такое. Нет, он просто питает и увлажняет область под глазами. Может быть, на зиму был бы слабоват. Но на более-менее тёплое время года, на середину конец весны, и на лето он хорош. Я им довольна. Поэтому приобрела за 279 рублей. Но он и сам по себе стоит где-то в районе 400. Не так уж и дорого. Теперь давайте перейдем к уходу за руками. В магазине FixPrice мне встретился крем от марки «Бархатные ручки». Основной уход в лимитированной упаковочке «Мама нежная лама». Я таким кремом основной уход от этой марки уже несколько лет периодически пользуюсь. Хорошее качество. Для меня этот крем универсальный. Я могу его использовать днём в небольшом количестве. Он быстро впитывается, работает до первого мытья. По вечерам я наношу его погуще, и тогда до утра мои руки чувствуют себя прекрасно. Крем хороший, приятный. Сколько он стоил? 49 рублей 50 копеек. Как по мне, цена в наше время очень даже неплохая. Или сама буду пользоваться, или отдам мужу. Ему на работе такие маленькие кремы тоже требуются. Из магазинов «Подружка» постепенно пропадают кремы от LPK испанского производства. Я не нашла крем «Фантазия» ягодный, который я вам в пустых баночках недавно показывала. Зато нашла дыню. Но такого крема у меня ещё не было. Посмотрите, какое интересное оформление. Цена была неплохая. 79 рублей за 30 мл. Так что этот крем нам обещает. Так, а ничего он нам и не обещает. Но вообще те кремы LPK, которые я пробовала, именно испанские, они довольно хорошо впитываются. Обладают интересными отдушками, достаточно яркими. Работают до первого мытья рук. Для дневного использования очень даже неплохие. И цвет крема совпадает с цветом упаковки. Этот крем должен быть зелёненьким внутри. Какая будет отдушка, я не знаю. Ну, когда открою, тогда с ней я и познакомлюсь. А также под брендом LPK кремы для рук выпускает марка Cotton Club. Посмотрите, какие симпатичные тюбики там продаются. Лесные истории. Как это мило, нежно так выглядит. Красота. Эти кремы, кстати, подороже. 119 рублей без скидки. Вот этот крем с разными животными, ягодками и грибочками. Называется «Дикая земляника». Глубоко питает, делает кожу мягкой и увлажнённой. В составе масла шеи, экстракт манго и папайя, а также витамины Е и А. Я уже неоднократно использовала кремы для рук от марки Cotton Club. Они обычно достаточно лёгкие, быстро впитываются. Для дневного применения, для сумочки подходят. Но вот таких кремов под брендом LPK у меня ещё, кстати, от этой марки не было. Так, второй крем. Тоже очень миленький, да? Стрекозы, цветочки, бабочки. Ягодный микс. Так, что у нас здесь? Всё то же самое. Масло ши. А, нет, смотрите, здесь экстракт инжира и манка. Но также витамины Е и А тоже присутствуют. Приятный аромат свежих ягод. Крем устраняет сухость и ощущение стянутости, оставляя кожу невероятно мягкой. Очень симпатичные упаковочки. Я люблю такие маленькие кремы. С удовольствием буду пользоваться. Ну и последнее, что я покажу вам в этом видео, это декоративная косметика и парфюм. По одной позиции в каждой категории. В магазине Подружка я приобрела тональный крем от марки Artvisage. Из линейки Cover Face в 201 оттенке. Оттенок называется Слоновая кость. Стоимость этого тонального крема была 429 рублей. Минус моя скидка. По-моему, 15%. Объём упаковочки 25 мл. Таким кремом тональным в этом оттенке я пользовалась раза 2 или 3. А также я очень люблю 205 оттенок кремовый, о чём вам, по-моему, в прошлый раз рассказывала и в позапрошлый. Но в любом случае, относительно недавно, или в пустых баночках, или в покупках, крем в 205 оттенке мелькал. Написано, что здесь 16 часов стойкости. Да, действительно, этот тональный крем устойчивый. Также написано, что он матирует, но в моём случае он не матирует дольше, чем на полчаса. Приходится, естественно, припудриваться. Кожа быстро с ним начинает жарниться. Он достаточно плотненький. На холодное время года для меня он тёмный. Он мне подходит на конец весны, начало лета, когда загар появляется, и на конец лета, начало осени, когда загар постепенно сходит. А тогда он очень органично выглядит на моей коже. Я уже начала пользоваться этим тональным кремом. Вот так вот он выглядит. Да, он плотненький. Он хорошо распределяется, не проваливается в поры, не окисляется в течение дня, не подчёркивает шелушение, хорошо выравнивает тон кожи. Что ещё он делает? Именно этот 201 оттенок маскирует какие-то мелкие и средние несовершенства лучше, чем 205. Именно 201 поплотнее по ощущениям и по покрывающей способности. Так, ну аромат довольно-таки приятный. SPF 6, что, в общем-то, не смешно на лето. Поэтому нужен санскрин хороший, либо что-то в этом роде. Вот, я думаю, вам видно, что он сейчас темноват, но это ненадолго. Ненадолго. Да, очень достойный тональный крем. Я считаю его бюджетным. На Wildberries можно купить 100 мл такого тонального крема. Около 1000 стоит, но хватит явно надолго. На полгода при ежедневном, например, использовании. Но именно этот оттенок большой упаковки я покупать не планирую. Он только вот маленький приобрела, потому что выяснилось, что у меня в запасе такого крема нет. Я была удивлена. Я была уверена, что он у меня есть. Ну, вот, пришлось покупать такой приятный. Проблемы никакие он не провоцирует. Поры не забивает. Смывается обычным средством для удаления макияжа. Мицелляркой, гелем, чем угодно. С бубном плясать не нужно при нанесении этого тонального крема. Он пальцами прекрасно распределяется. Я им довольна. Я продолжу им пользоваться, продолжу его приобретать. Что касается парфюма. У Ирины Биби Брейн в одном из ее недавних роликов я узнала о существовании фланкера от бренда Avon, который называется Attraction Awakening. Вот, пожалуйста. У меня ручка в объеме 10 мл. Этот парфюм появился в 2023 году, но в российских каталогах его не было. Он есть в Казахстане. Я листала каталоги Avon Казахстан. Там, знаете ли, есть кое-какие отличия. Там товаров представлено больше. В том числе и парфюм вот этот есть в полной версии, естественно. Есть женский, который я приобрела. Есть мужской, в ручке, в стандартном формате. Я не знаю, почему Avon обделил Россию этим парфюмом. Но, к счастью, о его существовании я узнала. Я его заказала. Кстати, обошелся он мне на момент покупки в 471 рубль. Но, как по мне, вполне нормальная цена. Я недавно купила Avon Maxima за 499 в магазинчике Avon. Этот, вот видите, даже подешевле. А если цену покараулить, то можно еще дешевле, я так полагаю, приобрести. Кстати, это не единственный парфюм, которого нет в российском каталоге. В каталоге Avon Kazakhstan я увидела парфюм Passion Dance Dark с нотами шоколада. На Wildberries он тоже есть, стоит в районе 900 рублей. Но я не люблю особо парфюмы с шоколадными нотками. А, нет, не шоколад, а кофе, да, с кофейными нотами парфюм я приобретать не захотела. А этот меня заинтересовал. Ирина о нем, в общем-то, неплохо отзывалась. Давайте по нотам пройдемся. Верхние ноты. Кардамон, черная смородина, мандарин, в сердце тубероза, жасмин, самбак, перец, базия, маршмеллоу и лабданум. Я уже распылила этот парфюм. Что могу сказать? Он очень резко стартует, специево, очень ярко, он тяжелый, он на старте брутальный, как будто бы даже унисекс. Но когда он усаживается, расходится, когда появляется база, он становится абсолютно женским, потому что база очень сладкая. Вот это, видимо, маршмеллоу так ощущается. Но вот пока что, 5 минут после нанесения, он и мужчине подойдет тоже. Интересный, необычный, на холодное время года, он с претензией, его перед покупкой, конечно, желательно протестировать. Но большой вопрос, где это в России сделать. У меня ничего похожего нет на данный момент. Сравнить не с чем. Аромат оригинальный, но нужно его разнашивать и нужно его настаивать, потому что на данный момент он не очень стойкий. Но я очень рада в любом случае, что купила такую новинку для себя, эксклюзивчик такой у меня появился. И зимой буду с удовольствием им пользоваться. Вот такие покупки были у меня в апреле. Да, снова я разгулялась, не смогла укоротить своего внутреннего шопоголика. И огромная гора покупок перед вами, что-то уже даже и не видно. Ну, что поделать. Весна, знаете ли, так сказывается. Надеюсь, это видео было для вас интересным. Большое спасибо за то, что вы его посмотрели. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok